города здесь мы пойдем смотреть на ворота адриана и вот мы уже подходим к ним к воротам адриана и части сохранишься крепости я потом линки прикреплю и в описании все названия скажу здесь красивая мечеть такая надо будет ее сфотографировать и вот там уже сзади вот эти вот ворота вот отсюда уже прямо сразу после вот этой церкви сразу же видно уже ворота адриана то есть вообще летом и когда нет этой ситуации с пандемией здесь конечно же куча народу а сейчас здесь народу не так уж много поэтому мы сможем снять все очень аккуратно очень красиво потому что людей около этих воротам практически нет только вот перейти дорогу еще трамвай ходит это есть трамвайные пути здесь есть около вот этой стены типа что-то парка здесь очень много скамеечек здесь вот люди себя и самое интересное это вот эта стена с голубями я не понимаю как эти голуби умудряются сидеть на этой стене но они это делают по-моему они просто вцепились в нее когтями но их наверное тут хорошо кормят раз они тут вот так вот сидят и вот собирая эти ворота вот здесь вот и так понимаю кормят голубей если бы я взяла бы с собой хлебушек они бы наверное ко мне бы тоже бы подошли было можно было сделать красивое фото здесь я так понимаю должен быть на фонтанчик из него должна течь вода но течет и вот они буквально облепили просто но на самом деле смотрится это красиво вот давайте пройдем уже самим воротам и там по фотографируемся сказать что ведь тоже фотографируется опять же я считаю что здесь просто супер пустынно если вы посмотрите видео блогеров которые снимались до того как началась вся вот эта ситуация просто поймете что здесь обычно такая толпа народу что снять вот такую фотографию или вот такое видео с вот этим просто с воротами с безлюдами это просто раньше было невозможно там уже молодежь стоит около какого-то обелиска непонятного наверное у него тоже есть какое-то значение сейчас пойду qr-код посмотрю может быть потом по нему найду какую-то информацию здесь вот есть описание на английском тоже кстати написано а теперь пойдем спустимся вниз чтобы не упасть мне надо одновременно и на камеру смотрите на ступеньки надеюсь что мой голос слышно сейчас поскольку здесь практически нету народу можно хорошо вот так вот пройтись и осмотреть смотрите какие там по рельефу красивые наверху красота я взглянула на самом деле одних прямо таки и веет древности такой здесь уже пол такой здесь вот в середине кстати вот эта арка сама она не так красиво оформлена как вот если пойти и посмотреть арку сбоку здесь мне кажется гораздо более красиво все это а помню не знаю почему вроде бы центральная арка должна была бы быть более красивой а здесь получается все наоборот боковая арка еще более красивая чем центральная я прямо пользуюсь случаем и снимаю здесь прямо каждый уголок потому что когда начнется туристический сезон а он все равно рано или поздно начнется с марта или с апреля наверное все равно откроет въезд туристам и здесь уже конечно все равно вот так вот тоже свободно не походишь и не поснимаешь чтобы вот каждый уголок было видно и чтобы его никто не загораживал пойдем сейчас посмотрим как она с другой стороны не знаю она будет сохранять тот же самый дизайн или тут есть какие-то изменения нет еще интересно это вообще реставрировали хоть раз того самого времени или вот она и осталась вот такой собственно говоря как она была чаще 10 поднялась уже по ступенькам чтобы с обратной стороны уже снять как это выглядит и здесь дальше есть дорога я не знаю пока куда это ведет в общем здесь старый город и мы сейчас пройдемся и посмотрим что тут и как люди тоже ходят тоже есть туристам все которые успели приехать пока не закрыли на карантин с 29 декабря ввели такой правил что если въезжаешь турцию то нужно сдавать тест на кроприезда и потом 7 дней сидеть на карантине вот видите здесь все работает сувенирные лавки тут работают как понимаю это натуральная кожа здесь вот такой уголок здесь изделие из натуральной кожи я так понимаю всякие сумки но больше всего меня привлекают вот эти вот ботиночки обувь очень она похожа на с такими загнутыми носиками на что-то такое традиционное национальное в общем интересно пойдем дальше а вот это то что мне нравится в турции наверное больше всего это вот эти вот лампы необыкновенно красивые по крайней мере на мой взгляд они необыкновенно красивые мне они очень нравятся не знаю правда как они работают наверно туда обычная свечка составляется ручная работа ручная работа но очень красивый да сколько стоит вообще это если небольшую такую то если одну лампу вот такая вот посмотрите сейчас отойду назад чтобы все целиком то снять этот пространство будет ручную работу и вот эти лампы все да вон внизу есть которые вис и висят а есть которые настольные такие и тут просто какой-то огромный выбор этих ламп если мы задержимся здесь в турции то надо будет одну наверное все таки купить такую вот это вот очень красивая здесь вот ковры продают ковры и всякие разные магнитики с национальными такими мотивами какими-то традиционными здесь вот опять же ковры ковры я уже видела кстати в дубилиси тоже такие ковры продают в центре очень похожи на эти вот турецкие бани есть если пойти направо там есть турецкие обоемы опять еще одна маленькая улочка такая со всякими разными коврами очень колоритно вот такой красивый дом отреставрированный тоже с рельефом каким-то на стене хочу просто развернуться и показать вот это все здесь дверь над ней тоже какой-то рисунок это мозаика даже это не рисунок есть такой красивый балкончик и вот если я снизу дальше то улица продолжается сдают турки и по-моему это не сувениры это по-моему антиквариат ну или что-то вроде того здесь вот антикварные монетки есть разные я по-моему дорогу видим загоражу но я продолжаю идти не надо найти моего попутчика потому что я по ходу дела где-то потерялась уже заблудилась заблудилась но в любом случае это все старый город мне нужно выйти как-то к морю здесь очень интересно очень колоритно чего я только тут не видела пока ходила а там есть какие-то красивые такие двери необычные за пойти на них посмотреть и сфотографировать их тоже с необычными такими это красивыми узорами на ковер похоже или на что-то на это похоже в общем это атмосферно это надо срочно сфотографировать его наконец тут я вижу какие-то проблески по моему все заканчиваются улочки старого города такие же большие вообще в турции собаки они не обыкновенно большие они все большие маленьких собачьих я практически не видела я имею до тех собак которые живут на улице они очень большие все большие и напоминают мягких медведей в общем все я думаю что наконец-то улочки закончились я уже вижу выход к морю и вот там я надеюсь все таки будут вот эти вот корабли еще вижу часть какой-то старой башни потом нужно все прогуглить и посмотреть что так называется ну все точно все вышло к морю там должна быть смотровая площадка с каким-то парком как же здесь наверное хорошо посидеть в таком кафе в обычное время когда это можно сделать а вот да вот прям в этом бы кафе я бы с удовольствием тоже посидела такое инстаграммное атмосферное какое-то место я даже не знаю насколько тут вкусно здесь ведутся какие-то восстановительные ремонтные работы по моему и вот часть какой-то старой башни старой постройки и вот за ней видно другую часть города анталии вот этот парк вот эта смотровая площадка это была одна из целей сегодняшнего похода сейчас вот с этой точки все поснимаем он там дальше идет парк вверх вот а потом пойду к мужа краю и поснимаю там решила переключиться на фотоаппарат для того чтобы можно было сделать хороший зум и снять вот этот корабль он не распустил паруса но он все равно красивый прямо мечтаю об этой прогулке надеюсь что мы сможем ее совершить надо узнать совершаются ли эти прогулки на корабликах или нет сейчас данный момент времени хочу съездить на канатку но канатка работает а вот можно ли на прогулку на такую морскую я вот не уверена вот он подошел еще ближе сейчас я еще приближу максимально насколько это возможно но это еще не самый красивый корабли который я видела вообще у других ютюберов на видео бывает и еще более красивый кораблик я думаю что вот именно вот в этом месте мы закончим сегодняшнее наше путешествие тут есть какой-то памятник чему пока я не знаю но очень мило тут спит вот этот вот щеночек конечно наверно какому-то знаменитому человеку который внес свою лепту в развитие турции там еще сбоку есть надпись надо вот здесь внизу посмотреть чтобы надпись внизу я могла еще прочитать ну в общем я думаю что здесь сегодня мы и закончим вот это вот красиво месте с вот этой вот красивой панорамой тем более что солнце уже идет на закат и пора возвращаться домой а вот